Митрополит Брянский Исевский Александр совершил освящение храма в селе Пупково. Возведение небольшого кирпичного храма во имя преподобного Сергия Радонежского началось в 2013 году, но религиозная традиция здесь существует давно. Так, еще с середины 18 века в Пупково находилась деревянная церковь. Дорогой Валерий, мы рады вас встречать в нашей Пупковской семье, в нашем прекрасном храме. Дай вам Бог здоровья. Спасибо, Господи, за имя. Прините от нас. Освящение храма – исторически важное событие в жизни Пупково, поэтому помолиться в этот день собрались не только местные жители, но и верующие из других населенных пунктов. Многим полюбился этот изящный храм. До этого здесь была и деревянная церковь, в XIX веке ее сменила каменная в честь архистратига Михаила, но в 1937-м храм закрыли, а его руины окончательно разобрали лишь в 1970-е. И вот в наши дни начали строить новую церковь. Это моя родина. Ни больше, ни меньше. Здесь, на этом погосте, мои деды-бабки похоронены. Мама родила здесь всю жизнь, любила церковь, ходила в церковь, поэтому забывать это нельзя. Инициатором строительства выступил уроженец села Пупково, предприниматель Сергей Жученков. В создании храма приняли участие и другие брянские предприниматели. Они и сейчас оказывают помощь в благоукрашении храма. Прямым или непосредственным вдохновителем инициатора, конечно, Сергей Викторович. Это его идея, это его начинание, это его великая заслуга. Поэтому все, что потом складывалось, или чем мы помогали, это его просьба, что надо. Вот это, это, это мы постарались, сделали, вкладывали в что-то, или покупали, приобретали что-то. Ну а так идея его. Построить дом Божию удалось за один год. Затем началась внутренняя отделка. Она завершилась в этом году установкой изящного деревянного иконостаса бирюзового цвета, изготовленного клинцовскими мастерами. Над ним также трудился иконописец из города Клинцы Анатолий Чуйко. Этот иконостас, значит, изготовляли в город Клинцы, этот Чуйко Анатолий Иванович. Он нам и иконы писал Николая Чудотворца, и Сергия Радонежского преподобного, и киот для Николая Чудотворца. Все изготовлял он в своей там мастерской. Все прихожане, кто приезжает в наш храм, все как бы довольны. Даже приезжали с Новозыпкова, полностью брали наш проект, чтобы такой построить Новозыпковый храм. Митрополит Александр поздравил духовенство и прихожан с торжеством. Я надеюсь, что вы будете приходить в этот храм, вы его полюбите, он маленький, уютный. В нем легко молиться. И не забывайте, что храм – это и врачебница духовная, а у нас разные есть недуги, и телесные, и духовные. А телесные зависят напрямую от заболеваний всяких душевных, духовных. Поэтому приходите сюда, прибегайте к церковным таинствам и будете получать по милости Божией то, о чем вы Богу просите. Глава Брянской митрополии подарил настоителю храма на престольное Евангелие, переданное Святейшим Патриархом Кириллом для новых освященных храмов митрополии.